Это Маша в походе и город-курорт Зеленоградск. Самый ближайший город к аэропорту Калининграда Храброво и наиболее удобная точка, если вы собираетесь посмотреть всю Калининградскую область и жить в одном месте. Из аэропорта всего 20 минут на такси до Зеленоградска. Автобусы ходят только до Калининграда. Мы забронировали квартиру на суточно.ру. Очень удобный русскоязычный сервис. Всем советую. Хороший выбор жилья. Хозяйка была на связи. Можно пообщаться до поездки. А еще есть отзывы. Мы живем в однокомнатной квартире. Четыре ночи стоят 12 тысяч и залог 5 тысяч рублей. Большая спальня, кухня, ванна. В целом мы планируем тут только спать и купаться в ванне, конечно же. Зеленоградск, он же Кранц. Это город-курорт. И здесь также есть выбор гостиниц и отелей на любой вкус. Мы решили взять авто в аренду и быть супермобильными. До конца Курской косы не более часа езды. Также до Балтийска и Калининграда. Эти места я покажу вам в следующих роликах. За три дня на праздники мы отдали 7500 рублей за машину и плюс бензин 2000. Сервис аренды находится прямо рядом с нашим домом на улице Тургенева. Зима здесь мягкая, с небольшим минусом. Снега немного, зеленая трава, был и дождь, и ветер, и даже солнце выглядывало. Нам после Москвы и Питера было ну очень комфортно. И самый большой плюс в том, что вообще нет гололеда и смеси грязи со снегом под ногами. Здесь приятно долго гулять. В новогодние праздники все красиво украшено. Есть длинная пешеходная улица, с которой можно выйти на променад и наслаждаться морским воздухом. По дороге не забудьте зайти за кренделеком и кофе. Я была в восторге от кренделя с кремом бешамель и сыром. Удовольствие стоит всего 120 рублей. В местной сети Пекарен купите кранцевский пирог. Это выпечка именно зеленоградская. Здесь даже отмечают день кранцевского пирога. Кранц в переводе означает венок. И внешний пирог действительно похож на венок. Это сладкий десерт по старинному рецепту. И, как я поняла, возможны различные начинки. Уютный Балтийский курорт с европейским сервисом, очень чистенький и аккуратненький. Ритм жизни неспешный, люди доброжелательные и кошки все счастливые. Практически в каждом магазине и лавке можно встретить пушистиков. Если вы фанат кошек, то обязательно посетите музей Мурариум. Здесь до сих пор стараются поддерживать старинную немецкую архитектуру и строить новые дома в едином стиле. А когда-то кранц был рыбацкой деревушкой и наоборот считал, что местный климат способствует простудам. Любителям музеев стоит посетить философию, музей сов и филинов и музей курортной моды. Мы туда не ходили, нас больше интересовала природа, прогулки, море и вкусная еда. Если и вы в нашей команде, то точно останавливайтесь в Зеленоградске. Прямо на окраине начинается знаменитая Куршская коса, правда, о которой я расскажу на следующей неделе. Подписывайся, чтобы не пропустить. А пока мы отправляемся праздновать мой день рождения на побережье Балтийского моря в ресторан Променад. Советую всем сюда заглянуть и попробовать местную кухню с прекрасным видом. Столики нужно бронировать заранее, а сейчас открывайте заметки и записывайте, куда еще стоит зайти на обед и ужин в Зеленоградске. Самые знаменитые и уже набравшие хороших отзывов ресторан Балтийской кухни Телеграф в историческом здании немецкого почтамта начала 20 века и модный панорамный семейный ресторан на побережье Облака, где часто проводят вечеринки и концерты. Как-то мы еще зашли в кафе Встреча Лав. Оно чуть проще предыдущих, но в той же ценовой категории, потому что находятся на центральной пешеходной улице. Здесь в основном блюдо русской кухни, все в целом было хорошо, но разницу с предыдущими вы точно заметите. Буквально в нескольких метрах находится сувенирная лавка Барахольщик. Внутри царит немного волшебная атмосфера, здесь хочется ходить и все рассматривать, много сувениров ручной работы, но цены, конечно, выше, чем в других местах. Любителям рыбы обязательно стоит зайти в Рыба Огонь, что почти около набережной. Здесь и норвежский супчик с морепродуктами, и луха финская, и всевозможные виды рыб на гриле, рыбные закуски и фишроллы, и янтарный сбитень, который я так хотела попробовать, но, увы, в наличии его не было. Однако звучит очень вкусно, и везде о нем пишут. Когда будете, попробуйте за меня. Просто нужно понимать, какая ценовая политика здесь и там. Забегая немного вперед, скажу, что я очень рада, что мы остановились жить именно в Зеленоградске. Из всех посещенных нами городов Калининградской области этот понравился больше всего. Сюда хочется вернуться, особенно теплой весной или летом, взять велосипед и поехать на Куршскую косу, прогуляться еще раз по набережной, спуститься к морю и помолчать. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите новых выпусков каждую неделю. Теперь будут короткие ролики, чтобы для вас было удобнее и максимально полезной информации. Я в них выложу и больше. Путешествуйте сами!